здравствуйте дорогие друзья меня зовут куцаева дарья я преподаватель по акварельной живописи проекта художник онлайн я рада представить вам курс по акварельной живописи и в этом курсе мы с вами будем писать аппетитную еду этот курс посвящен не только изображению различных вкусных объектов и напитков но и проработки различных фактур то есть основная идея курса это научить вас на конкретных предметах изображать те или иные фактуры курс начнем из более простых объектов мы с вами напишем разминочную работу изобразим кремовый суп и а здесь мы с вами поговорим о эллипсах о том как писать по мокрому и по сухому лессировками сделаем такую небольшую разминку и уже в этой работе мы с вами проработаем фактуру глянцевой поверхности металлической ложки и матовой поверхности супа во второй работе мы с вами напишем лук и здесь мы уже поговорим о различных фактурах с наложением одного слоя на другой как можно показать глянцевые и матовые поверхности и также полепим объем то есть поговорим о передаче объема и формы на плоском листе далее мы будем переходить к более сложным задачам и нарисуем с вами кекс и в этом уроке мы с вами изобразим светлый объект на темном фоне главной задачей будет показать складки перелома форм то есть на примере крема и бумажной тарталетки мы с вами поговорим о складках и как показывать объем на сложной форме далее мы с вами напишем композицию с хлебом и в этой работе мы с вами проработаем полистые фактуры также поговорим как передать поверхность дерева и холщовой ткани также в одной из работ мы с вами поговорим о разных фактурах шоколада мы с вами напишем шоколад полистый шоколад с орешками также глянцевый жидкий сироп шоколадный и матовые поверхности в этом уроке мы также с вами ставим непростую задачу показать различные оттенки коричневых то есть мы с вами поговорим как коричневые оттенки могут отличаться друг от друга в этом курсе мы также с вами будем говорить об интересных композициях в одном из натюрмортов мы с вами напишем инжир и здесь у нас будет композиция сверху то есть мы изобразим объекты так как будто мы смотрим на них сверху вниз в этой работе мы с вами поговорим о передаче матовых поверхностей поверхности кожуры инжира и также мелких деталей мякоти предмета как можно при помощи акварели показать мелкие детали обобщая их в этой работе мы также с вами покажем фактуру дерева и металла в следующей работе мы с вами поговорим об обрезной композиции и напишем хинкали с половинкой блюда то есть в листе у нас поместится только часть тарелки в этом уроке мы с вами также поговорим о складках и о сложных формах как их нужно лепить также мы с вами напишем глянцевые матовые предметы и в этой работе мы с вами поговорим о фокусе как сделать акцент на переднем плане и мягко по мокрому списать дальний план в следующей работе мы с вами напишем тарелку с пастой и здесь мы с вами будем стараться показать большое количество маленьких предметов в тарелке каким образом можно их обозначить не прорисовывая каждую отдельную макаронину то есть мы с вами поговорим о том как можно обобщать объекты делать намек и создавать иллюзию большого количества объектов тарелки также в этой работе мы с вами поговорим о фактурах глянцевых и матовых и заключительной работой данного курса будет достаточно сложная композиция с напитками в этой работе мы с вами поговорим о передаче фактуры стекла кубиков льда внутри этих бокалов также напишем с вами темный фон и покажем дымку над нашими напитками в этой работе мы с вами будем писать как по сухому так и по мокрому также передадим фактуру деревянного стола друзья этот курс непростой я советую проходить уже тем у кого есть опыт письма по мокрому работы с акварель этот курс подойдет для тех кому нравится не только рисовать еду но и хочет углубить свои знания и разобрать каким образом можно писать различные фактуры и какими приемами можно пользоваться для передачи различных структур фактур и материальности предмет друзья а я желаю вам творческих успехов и увидимся на этом курсе субтитры сделал DimaTorzok